Итак, дорогие друзья, здравствуйте! Мы начинаем серию уроков Django 2 профессиональное изучение. Сейчас мы остановимся на нескольких вещах в первых курсах. То есть мы создадим проект, рассмотрим, еще раз повторим связи Django, что от чего зависит. И рассмотрим все базовые, часто применяемые конструкции. В чем суть курса? Чтобы перейти к более сложным вещам, базовые конструкции должны набираться быстро, быть понимаемы, сходу читаться легко. То есть владеть вы ими должны уже на профессиональном уровне к переходу к более сложным вещам. Потому что без этого я не мыслю. Ну а что к ним относится, походу увидим. Ну что ж, со следующего урока начинаем создавать проект и работаем. Я рекомендую набирать код 1, 2, 10, разбираться очень подробно, разбираться вот таким образом. Я вот дам ссылку на видео ВКонтакте. ВКонтакте, может, украинцы не видят, поэтому YouTube точно все видят. Дам ссылку на это видео. Здесь пример, вот как разбирался Дмитрий Нак. Описана каждая строчка. И там же есть, мы сейчас найдем, в группе. И Сергея Сачи. Смотрите, все четко должно быть прописано. Вот именно так вы все описываете домашние задания и так разбираетесь. Сейчас, сейчас, секунду. И вот здесь, как вот Дмитрий Нак, то есть вот красный вы видите, да? То есть есть все четкие ответы на все вопросы. Я рекомендую делать именно так. То есть у вас не должно быть ни одной строчки кода непонятной. Это первое. Вторая вещь, которая к этому курсу относится. С этого момента немножко остановлюсь и поясню, что я понимаю под... Сейчас, секунду. Что я понимаю под первым этапом и вторым этапом. Значит, смотрите. Ну, например, да? Мы с вами первый этап отдадим на повторение. Я все-таки заметил в школе, что людям трудно войти в жанго зачастую. Поэтому еще раз заострим внимание, что с чем связано. То есть как модель связана с представлением, как модель связана с шаблоном, что делают шаблоны, возможности. Но, опять же, мы не будем изучать все. Мы будем повторять наиболее часто используемые конструкции. И здесь от вас требуется уже скорость. То есть, смотрите. Скорость и понимание. Например, мы с вами будем уделять внимание там, уже подробно разбирать, писать разные типы моделей. Писать разные типы моделей. Секунду. Ну, например, абстрактные, мультипрокси. Мы их уже изучали в курсе Django 2 Server. И это, в принципе, продолжение этого курса. Единственное, что сайт изменится или уже изменился. Потому что я его переделаю, но, в принципе, вы все равно найдете. То есть, продолжение вот этих вот всех уроков, да, которые здесь есть. Даже может внешний вид измениться, но ведь уроки-то останутся. Останутся. Значит, что я от вас хочу, ребята. Наработать базовый профессионализм в чем? То есть, например, да, мы будем изучать, там, работать, не изучать, а писать уже приложение и разбираться подробно с разными отношениями, с типами контента. То есть, грубо говоря, писать более сложные вещи. Но азы, азы, то есть, как строится модель, что это переменная, что вот так вот делается поле, что это за атрибуты здесь, то, что класс модели поддерживает мета-опции, то, что класс модели поддерживает методы, это уже должно знать. Некоторые вещи эти мы повторим. То есть, но это у вас должно быть уже на очень высоком уровне. Вы не должны задумываться, что title присвоит значение модель chartfield, то есть, и думать, а что это за поле. Вы четко должны знать, что это малое текстовое поле, требует параметра max-lect и так далее, и так далее. То есть, вот эти вещи должны отлетать. Поэтому не чураемся, а те, кто совсем новички, обязательно прохождение уроков просто 65.net, обязательно прохождение уроков первого плана, то уроков 60, написание первого сайта. Понятно, что Django 2 сервер, то есть, все вот эти уроки проделываются с первого. Тут, ну, много уроков, да. И поехали. Я там содержание хотел написать, уберу потом. Понятно, да? Почему, когда будут домашние задания, делать именно так, как Сергей Асач или Дмитрий Нак, да, я за этими ребятами давно наблюдаю. То есть, все подробное расписание, не для меня, а для себя. Это понятно. Значит, акцентирую внимание. Именно поэтому мы, все-таки, прежде чем перейти к более сложным вещам Django, мы с вами сосредоточимся, буду сейчас говорить медленно, на нескольких вещах. Первое. Мы создадим с вами, хоть будем продолжать Django 2 сервер, да, но мы с вами создадим курс, так его и назовем, то есть, проект Django Professional Study. Это, грубо говоря, Django профессиональное обучение. И в нем будем, как бы, тренироваться, а уже в нашем ранее созданном приложении Django 2 сервер будем отборные вещи уже делать и писать приложение. Тренироваться будем, как я еще раз повторю, в двух вещах. Первое. Это еще раз отследим связи Django, чтобы здесь не было недопонимания. Второе. Еще раз проработаем конструкции. Работать будем постоянно с командной строкой, чтобы у вас было четкое понимание. Наверное, Юпитер возьмем четкое понимание. Вы могли извлечь любые данные из Django или из Python и на основе извлеченных данных построить уже представление. По представлениям мы тоже пойдем таким же путем. То есть, повторим рекомендуемые представления от Django разработчиков, а потом будем усложняться. Ну, грубо говоря, вот что я хотел сказать. По сути дела, если надо написать простое приложение, простую модель, простое представление, простой URL, простой шаблон, вы это должны сделать быстро и за 10 минут. Ровно столько вам должно быть времени, как вы успеете набрать на клавиатуре. Ни больше, ни меньше. То есть, здесь задумываться вы не должны. Это должно происходить уже на автомате. Поэтому, во время этого курса, начального, не надо там бежать за мной. Тем более, время будет. Так как я на данный момент занимаюсь перепиской СПБ, то понятно, что я часть времени буду этому отдавать. Поэтому, в любом случае, те, кто делает со мной сейчас этот курс, они, у них будет время потренироваться, подумать, все сделать. Ну, а те, кто пришел позже, то еще раз обращаю внимание. Сосредоточьтесь, пожалуйста, на автоматизации. То есть, это значит, что посмотрели урок, чувствуете, что плаваете. Дальше не идем. Разбираемся, обсуждаем в группе, набиваем руку. Но код, который относится к простой модели, простому представлению, простому URL, простому шаблону, должен писаться на автомате, без запинок. Это основная цель, вот в данном первом курсе. Потому что мы очень много времени уже отдали начальному пониманию, да, с чего начать, джанго, как делать первые шаги, разбирали все, это уже было. И эти уроки тоже надо проходить, если вы совсем новичок, да. Но, когда вы дошли до этого курса, я надеюсь, что эти уроки пройдены, либо пока оставим. Работать будем в режиме, так как я работаю с Димой Нагом и Сергеем Осадчим. То есть, я, моя задача рассказать, мы, допустим, моя задача дать сам материал, да, то есть дать основной материал. Вместе с вами буду работать в командной строке. Далее я для вас оставляю вопросы. Вопросы будут всегда согласны тематике, и на эти, они будут касаться тех или иных частей нашего написанного кода. И буду задавать вот эти вопросы. Ваша задача эти вопросы расписать очень подробно, чтобы было видно, что вы понимаете все детально. Значит, когда вы разобрались, что вы понимаете все детально, не останавливаемся. Надо написать одно приложение, пишите одно. Надо пять приложений сходных, пишите пять. Но пишите до тех пор, пока вы не убедитесь, что вы тему понимаете, что данный код считывается моментально, что вы знаете, что есть что, и знаете, где это найти в справке. Это очень важно, ребята. Поняли, да? Но все остальное по ходу курса. Услышали меня? То есть, ваша задача выйти на профессиональный уровень. Слушай, для тех ребят, которые бегом проделывают там один, второй, третий курс, ну, конечно, я вам ничего не скажу, проделывайте. Но, по сути дела, единственное я могу объяснить, что вам просто интересно, и это как хобби. Но, если вы будете быстро сейчас проделывать и не оттачивать те моменты, чтобы... Вот как я здесь говорил, да? Вот как говорил, допустим, работали с моделью. То есть, вы уже должны знать, что есть что. А уже мы с вами далее подробнее будем разбираться с 4NK. Там нам хватит, чем разбираться. Допустим, взяли абстрактную модель. Должно быть дальше. Это мы будем разбираться с вами. Четкое представление, когда создаются таблицы, когда они создаются. Как лучше, как применить related name. Но что это такое? Вы должны знать сейчас. И я не должен объяснять. И даже если вы на секунду задумались, что это такое, и везете в справку, значит, ребята, останавливаемся срочно и разбираемся. Поэтому еще один важный совет. Значит, вы сейчас будете все, ребята, делиться только на два типа для меня, да? Поверьте мне. Те, которые любят, могут вести справку и любят, да? И те, которые не любят. Профессионалами станут только те, которые ведут записи, как это делает Асачи, Нак и другие ребята, которых я вижу, что это делают другие. То есть, все сохраняем себе. Для этого в проекте мы будем с вами делать обязательно вики, вики, вики. И вы все будете, то, что будете объяснять, помечать себе и тоже будете делать по своему проекту. Ребят, поверьте мне, что это архиважно. Это надо взять в привычку. И запомните, пока вы не начнете спокойно объяснять код, вы будете всегда плавать. Поэтому в ваших интересах, в ваших интересах сейчас для себя решить. Я хочу выйти на профессиональный уровень джанга, поэтому то, что непонятно, не оставляем, да? Все разбираемся. Итак, подводим итог. Подводим итог. Стиль обучения. Стиль обучения следующий. Сначала смотрим видеоурок и пишем. Дальше. Выполняем домашние задания, все расписывая. Находя это в справке, я постараюсь давать подсказки, но при этом четкое понимание. Вы должны обращать внимание именно на то, что вы понимаете и моментально считываете. Если этого не происходит, значит разбираетесь до конца, пока не будет наработано данное понимание. Сейчас имеет значение скорость считывания кода. Это базовые вещи, такие как создание простых моделей, создание простых представлений, создание простых URL, создание простых шаблонов. У вас должны получаться быстро, просто, уверенно. Без понимания этих базовых вещей, просто-напросто углубленное, далее более глубокое профессиональное изучение Жанка, оно невозможно. Весь этот материал пройден уже не один раз, поэтому я надеюсь, что те, кто пришел в новички, будут проходить все по порядку. А дойдя до этого курса, помните, что ваша задача стать профессионалом. Итак, поехали. Спасибо. Продолжение следует...